Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня, 19 января 2018 года, проводится заседание комиссии администрации Назаровского района по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и регулированию конфликта интересов. В администрацию Назаровского района поступило решение Назаровского районного совета депутатов от 26.10.2017 года под номером 21-132 о результатах рассмотрения информации о реализации муниципальной программы Назаровского района обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Назаровского района. В пункте 2 вышеуказанного решения предлагается главе Назаровского района проверить законность предоставления денежных средств по программе развития сельского хозяйства на строительство зома Волкову Дмитрию Петровичу и наличие конфликта интересов при участии в решении данного вопроса заместителя главы Назаровского района по сельскому хозяйству Гобова Василия Николаевича. В связи с этим предлагается провести заседание комиссии администрации Назаровского района по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и вынести на рассмотрение вопрос о наличии либо отсутствии конфликта интересов при участии в решении вопроса по предоставлению денежных средств по программе развития сельского хозяйства на строительство дома Волкову заместителя главы Назаровского района по сельскому хозяйству Гобова Пунктом 3.15 положения о комиссии установлено, что заседание комиссии считается правомощным, если на нем присутствует не менее 2-3 от общего числа членов комиссии Галина Николаевича, пожалуйста, количество у нас сколько состоит в комиссии? У нас состоит членов комиссии 11, присутствует сегодня 9 9 человек, то есть комиссия правомерно Хорошо, значит у нас сегодня присутствует на комиссии Кирилчук, Александр Петровна, помощник Назаровского прокурора, значит пресса присутствует Вот, и какие будут предложения? Начать работу комиссии Надо проголосовать, да? Давайте проголосуем, кто за Против Единогласно Так ли, Михаил Михайлович? Да, все проголос Значит, начинаем заседание комиссии Предоставляется слово члену комиссии администрации Назаровского района По соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих И урегулирования конфликта интересов в шланговой ситуации Пожалуйста Добрый день, уважаемые члены комиссии, присутствующие Я вкратце доведу до вашего сведения о том, в какой программе участвовал Волков Дмитрий Петрович И какие полномочия предусмотрены администрацией Назаровского района В рамках той программы, в которой участвовал Волков Дмитрий Петрович Волков Дмитрий Петрович является жителем Назаровского района Работником бюджетной сферы И приказом Министерства сельского хозяйства Красноярского края Был включен в сводный список участников мероприятий получателей Социальных выплат и получателей жилья По договору найма живого помещения по Красноярскому краю на 2017 год В рамках от программы устойчивого развития сельских территорий Государственной программы Красноярского края Развитие сельского хозяйства И регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия По мероприятию предоставление субсидий На финансирование расходных обязательств муниципальных образований По строительству, приобретению жилья Предоставляем молодым семьям и молодым специалистам По договору найма живого помещения Данная программа утверждена постановлением правительства Красноярского края От 30.09.2013 года номер 506-п В данном постановлении прописаны все полномочия Которые предоставлены органам местного самоуправления В частности, в данной программе предусмотрено, что органы местного самоуправления Имеют право участвовать в реализации данных мероприятий Обеспечить софинансирование мероприятий Для предоставления жилья участникам программы Кроме этого, в данной программе предусмотрено, что органы местного самоуправления наделяется правами по приему документов для участия в программе проверки этих документов и направления данных документов непосредственно уже в Министерство сельского хозяйства для решения вопроса о включении участников программы в сводный список или об отказе включения в сводный список. Непосредственно в администрации Назаровского района выполнение данных обязанностей было возложено на Карину Алексеевну Малькевич это ведущий специалист по молодежной политике отдела культуры и спорта Назаровского района. Непосредственно Малькевич Карина Алексеевна подчинялась начальнику отдела культуры Порощах Надежде Викторовне по структуре администрации Назаровского района никакого подчинения у Малькевича Карине Алексеевне и Гобову Василию Николаевичу не было. Несмотря на то, что программа реализуется в Министерстве сельского хозяйства но так как эти были в полномочии возложены на Карину Алексеевну то есть она это осуществляла как специалист по молодежной политике. Документы были собраны в соответствии с порядком формирования утверждения исключения в сводном списке молодых семейных специалистов получать тяжелее по договору найма. Этот порядок также утвержден правительством Красноярского края постановлением от 29.04.2014 года. Полномочия Карины Алексеевны непосредственно входила в сбор документов проверка их на соответствие требованиям законодательства проверка достоверности предоставленных сведений. Карина Алексеевна предоставила непосредственно объяснительную что ей были осуществлены все эти мероприятия. Документы направлены непосредственно в Министерство сельского хозяйства. Документы направлялись в Министерство сельского хозяйства непосредственно за подписью главы района. То есть Василий Николаевич также никакого участия в реализации данных мероприятий не принимал. По результатам рассмотрения, как я уже сказала ранее, в облако Дмитрия Петровича был включен в сводный список. После того, как Министерство сельского хозяйства включило непосредственно в окон Дмитрия Петровича сводный список, было получено уведомление в том числе и администрации Назаровского района. Были перечислены непосредственно деньги. Администрация Назаровского района в рамках предоставленных полномочий по этой программе Красноярского края утверждено постановление правительства Красноярского края 30.09.2013.506 провела аукцион на строительство жилья. В настоящее время как раз осуществляются все мероприятия по регистрации права собственности муниципального образования на данный дом и предоставления данного жилья по договору найма жилого помещения непосредственно уже волкового Дмитрия Петровича. Ну то есть при анализе вот этих всех документов был еще запрошен, кроме этого, и объяснительная Кобова Василия Николаевича, Кобова Василия Николаевича, она ее гласит, следует, что Кобов Василий Николаевич в силу своих должностных обязанностей не участвовал в принятии решений по включению Волкова Дмитрия Петровича сводный список, им не были подписаны какие-либо документы. И при анализе должностной инструкции Кобова Василия Николаевича также нету, в ДВО должных обязанностей, даже нету каких-либо обязанностей по контролю за реализацией данной программы. Игорь interested in течение в течение века. Спасибо. Игорьin.